Дамы и господа, здравствуйте! 30 мая 2018 года в Москве состоялся 9-й фестиваль Винно-Южно-Африканской республики. Организатором этого мероприятия выступило агентство «Вайер Экстрим». Даже сложно вообразить, как далеко находится от нас ЮАР. Это 10137 километров. От Москвы до Гиптауна на самолете летит 13,5 часов. Представляете, насколько сложно было организовать этот фестиваль? Но, несмотря на расстояние, Винно-Южно-Африканской республики известны в нашей стране и пользуются популярностью. Ваши впечатления об этой выставке? Ну, как всегда, очень благоприятные, потому что Южная Африка очень далеко от нас. Но на самом деле это удивительно высокоразвитая виноделие всегда и очень давно. Там живут массы семей, которые переселились в XVIII веке, может быть, даже немножко раньше. И это богатейшая традиция. Это удивительное владение техникой и удивительное владение именно выращиванием виноградных лоз. А это очень важно в таких условиях, потому что нужно сохранить кислотность, а в то же время довести виноград до оптимальной зрелости. И то, что я наблюдаю уже несколько лет, Южная Африка в тренде. Она следит за потребностями мирового потребителя, и они стараются уйти от высокоспиртуозных вин, каким-то образом сохранить кислотность. Белые вины, прекрасные и легкие. То есть это достаточно сложно в их климате. Но они находят варианты выращивания лоз, чтобы получить виноград в оптимальной зрелости и, главное, с высоким уровнем кислотности. То есть уходят от этой тяжести, которая свойственна именно южным винам из южных регионов. Скажите, вот мы наблюдаем, что в основном представлены все импортеры и только представлены два производителя. Вы увидели на этой выставке какие-то новые вина для себя? Открыли что-то? Ну, есть очень интересные какие-то экземпляры, есть, да, действительно. Но в основном это, конечно, те, которые уже и раньше у нас были представлены на рынке. Ну, может быть, сейчас еще не самый благоприятный момент в Южной Африке. Как-то происходит уже который раз новое становление, новое управление. Но на самом деле, я думаю, что все останется как прежде. Понятно. А какие ваши любимые сорта винограда и вина из Южной Африки? Вина тоже очень интересна, особенно если его сделали очень грамотно. И бывают великолепные бордобленды. Вот бордобленды, которые выращены именно грамотно, они дают иногда сто очков вперед даже бордовским винам. КОНЕЦ 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 Много симпатичных таких вин. Из моих любимых здесь Симон Сиг представил пинотаж. Называется Red Hill, Красная Горка. Ну, это вообще моё любимое вино. Он такое яркое, такое, фруктовое, с пряностями. Вот. Потом здесь вот на этом на столике был, конечно, Симон представил пинотаж и пентагон. Тут же симпатиши очень. Вот. Вроде дорогие очень. Потом, значит, ещё есть интересная Олсеновская винодельная. Это космонавт Олсен. У него жираз в таком американском стиле. Это виноделы, которые приезжают? Винодел, Олсен, да. Вот. И что ещё? В общем, на каждом стиле есть как минимум одно или два вина. Очень хорошие. Симпатиши. При всём обилии вин вы выделили всего 3-4. То есть тогда действительно это стоящие вины, и их надо попробовать. Девятый фестиваль Вин ЮАР в Москве радует посетителей своими яркими и самобытными винами. И, конечно, по моему мнению, ЮАР – это родина красных сортов. Потому что именно красные вина приобретают здесь такую яркость, элегантность, сочность. В моём бокале сейчас Тимонсинг из Стелленбоша. Пинотаж. Очень элегантный, пряный. Небольшая кислотность, которая уравновешивается пряностью, нотками корицы. Будем надеяться, что с каждым годом мы будем узнавать всё больше и больше интересных вин из этого великолепного региона ЮАР. Признаюсь, после посещения фестиваля, общения с производителями, дегустации винных, Южно-Африканская республика стала мне чуть-чуть ближе. Надеюсь, вам тоже. Удачи, успехов и до новых встреч!